Пенсионерам скидки в регионе принят законопроект, согласно которому малообеспеченные граждане могут получить 50% льготу на приобретение лекарственных препаратов. Основная категория, которая может воспользоваться ею, это люди пожилого возраста, у которых пенсия меньше минимальной и которые не получают льгот по лекарственному обеспечению. Им необходимо предоставить справку из пенсионного фонда в поликлинику по месту прикрепления своему участковому терапевту. Все лечебные учреждения поликлиники начинают вести реестр этих пациентов, областной регистр, льготные категории граждан, имеющие право на обеспечение лекарственной с 50% скидкой. И выписывается рецепт специальный с 50% скидкой и называется та аптека, которая обеспечит этим лекарством. У нас есть перечень аптечных учреждений, это, если брать по юридическим лицам, 21 юридическое лицо, пунктов отпуска больше, порядка 40, во всех муниципальных образованиях. С выписанным рецептом пациент приходит в аптеку и ему лекарства продают с 50% скидкой. Сама фармация позднее выставит счет за разницу в суммах департаменту здравоохранения. Малообеспеченным пенсионерам эта мера будет существенной помощью, отметила Светлана Романчук. Так как на сегодняшний день ощутимые преференции имели только федеральные льготники и пациенты с сахарным диабетом. Они получают лекарства бесплатно. Специалисты просчитали, на содержание этой социальной меры региону потребуется около 111 миллионов рублей в год. Определить точно до копейки невозможно, потому что мы не знаем, сколько, например, федеральных льготников, то есть инвалидов, потому что в этом законопроекте есть еще одна небольшая группа, это работающие инвалиды третьей и второй группы, признанные временно безработными. Они определены в 890-м и мы их определяем. То есть сколько таких людей обратится, официально зарегистрированные в службе занятости и придет к нам с этой льготой в больнице. Со скидкой будут продавать не все препараты, а только те, которые есть в списке жизненно необходимых. В перечне их примерно 90. Конечно же, это самые бюджетные варианты лекарств.